Всем привет, ребята, меня зовут Ислана, и сегодня будет видео о покупках канцелярских товаров для рисунков для моих. Вот, например, сейчас я рисую вот такую вот самаяцкую ларьку. И я решила сейчас купить себе вещи, которые мне нужны были, и давайте мы уже начнем. Начнем с самого простого, это вот пять листиков обычной бумаги, но плотной вот такой бумаги, чтобы мне рисовать, потому что я рисую на листах, но на плотных листах, на обычных тоненьких я не рисую, потому что мне неудобно на них. Кстати, каждый был по три рубля, шесть копеек, по-моему, я поштучно беру. Следующее, это вот три вот таких вот цветных листа, сейчас покажу тоже плотных, один вот такой вот, какой-то волосатый. Я хотела взять другое, но случайно взяла такой, я его, не знаю, перепутала, что ли. Я брала какой-то такой более резовый, но когда ехала уже в автобусе, посмотрела, что он у меня какой-то странный. Потом вот такой блестящий, отражающийся, красивый, и вот такой вот обычный оранжевым, какой-то оранжевым цветом. Давайте дальше. Следующий я показываю сейчас насчет вязания. Так, сейчас, где-то вязание, да. Я сейчас вяжу крючком, но я купила себе немножко другую нитку, вот такую, чтобы не было просто белым. Вот такую пряжу купила. И вот такой вот крючок, это 3,0 мм, вот как раз, потому что мне сейчас дали, бабушка дала на время свой. Давайте перейдем дальше. Следующий это вот такие вот художественные фломастеры 10 штук с наконечником в форме кисти. Это купила в экспрессе, потому что захотелось мне очень. Давайте я сейчас приближу и покажу, как они пишут. Я буду как бы все показывать, как что у меня пишется, давайте я их покажу. Так, давайте я вытащу. Это плохо все выходит. В общем, вот 10 цветов. Давайте сейчас. Желтый. В принципе, не пишут как обычные фломастеры. Ничего примечательного, если нету в них. Ну, а то, что можно очень тоненько нарисовать, толсто очень можно. Значит, я каждый цвет вам покажу. Салатовый вот, синий. Красный. Голубой. Ой, малиновый. Оранжевый. Коричневый. Бледный очень коричневый, прям бежевый какой-то. Чёрный. Ой, господи. Прикиньте, ребят, о нём плесень выросла. Смотрите, какой кошмар. Реально плесень. Ёмная. Фу, какой ужас. Надо её сдереть, а то это кошмар. Фу-фу-фу. Ребят, это было кошмарно. Я вроде содрала её не сильно, но убрала. Просто это неприятно. А чёрным не ночью нужен был, я его выкидывать не хочу. Вот. Так, это были вот эти цвета. Так как мы пошли уже по разным пишущим предметам, давайте продолжим по ним. В общем, дальше это будет... Ой, извините, камера немножко неровная. А, в общем, будет вот такой вот тоже фломастер с наконечником в форме кисточки. Ну, это уже более дорогой, он стоил, по-моему, сейчас скажу, 150 рублей, что ли. Такой вот цвет. В общем, этот фломастер пишет вот так вот. Вот. Мягко. Вот. Ой, я постараюсь, мать его подключаю. Вот. Ой, вот тоже бледный цвет. Давайте дальше. Дальше это идёт у нас два вот таких вот линера. Вот. Сейчас покажу, как пишут они. Первый это 0,8, а второй 0,5. Так, 0,8 давайте смотреть. Вот. К примеру, вот моя распись. Вот. И... Сколько 0,5? Я, в принципе, в них разницы никакой не вижу. Они, в принципе, почти одинаковые. Сейчас вот, к примеру... Вижу, никакой разницы вот. Это 0,5. А вот это... Ну, в общем, в принципе, я вот немножко шире. Цена у них была по 97 рублей, по-моему. Ну, вот 0,8 немножко дороже, да? Я не знаю, не помню, сколько. Это обычно шарик на русском, 4 рубля. Это не писать, я просто я купила и ставила сюда вот такая. Я люблю такую ручку. Давайте дальше. Это такая же кисточка, только чёрная. Она стоила 75, по-моему, рублей 72. Вот. Так же мне шерсть или глаза прорисовывать. Давайте дальше. Так. Давайте перейдем к карандашам. Первый карандаш это 8B. Сейчас где-то вот. Я купила, потому что у меня закончились. Он пишет очень на мягко. Вот. Так же я купила ещё карандаш для растирки, чтобы сразу показать. К примеру, ну вот. Он растирает хорошо. Так же подойдёт для пастельных карандашей, которые я вам сейчас покажу. Так, вот эти карандаши. Первый это угольный, это мел точнее. Вот. Наверное, плохо видно, как он пишет, потому что он белый. Сейчас попробую показать вам на кусочек синей бумаги. Ой, какие же волки. Сейчас. Вот как раз я рисую. Вот как он пишет. В общем, вам понятно, да? То есть вот, к примеру, формируем собаки. Но он плоховато на этом карандаше пишет, поэтому я буду им закрашивать такие более светлые участки. Вот. Дальше это идут три таких цвета. Тут жёлтый случайно обломался, пока я ехал. Потом синий и чёрный. Так, а чёрный у меня уже закончится. Чёрный это пастельные карандаши. Так же эта штука и подойдёт для этих пастельных карандашей. Так же вот растирается. Потом вот жёлтый. Так же растирается. И так же... Синий пастель. И он так же растирается. Вот, пожалуйста. И так же вот можно смешать вот здесь вот. И вот так вот получится. Уже у нас идёт вот такая стирательная резинка Милан. Я сейчас распаковывать не буду. Я купила ещё одну. У меня есть одна. Сейчас вам покажу. Вот точно такая же. Она уже стёрлась. И упаковка я от неё выкинула. Она точно такая же. Я купила ещё на всякий случай одну. Вот. Сейчас покажу. Она очень хорошо стирает. Мне она очень нравится, как она стирает. Вот. Смотрите. Вот. Ну, в общем, сейчас как-то плоховато. Обычно она очень хорошо. Я не знаю. На видео застеснялась. Вот. Ой. Я не мучила камера наклонилась. Ладно. В общем, вот так вот. Давайте мы приступим дальше. Так. Следующее. Это самое дорогое. Это вот такие вот карандаши. от фирмы Derwent. Это Миша Лакнус. Сейчас покажу вам. В общем, он там. Миш. Привет. Всё. Остальные видео надо снять. Так. Давайте дальше. В общем, карандаши от фирмы Derwent. Тиндед Чарсоу или Чаркол. Я точно как-то не знаю особо-то. Я даже не знаю перевод этого. Ой. А тут. И, в общем, эти карандаши мне добавил одну, чтобы разукрашивать. У меня уже есть одни похожие сейчас. От этой же фирмы вот такие вот карандаши. Так вот, тут 12 цветов. У меня уже почти все по-заканчивались. И я купила ещё. Сейчас давайте я открою. Вот такие 24 цвета. Сейчас я вам буду показывать каждый, как пишет. Показать буду вам на крафт-бамаге. Тут у меня не получившийся рисунок. Давайте начнем с самого первого. Так, они тут сзади одинаковые. Но тут я понимаю разные. Это обычный чёрный. Давайте я приближу к вам. Вот. Он пишет. Ну, чё так. Обычным чёрным цветом. Обычный пастельный. Также давайте я сейчас возьму карандаш для растирки. Попробуем. В общем, так вот вышло. У меня совершенно телефон не получился. Вот оно так постирается хорошо. Вот. Давайте приступим к следующему карандашу. Я буду уже показывать так долго. Так, давайте дальше. Это идёт более какой-то другой цвет. Хотя они, в принципе, одинаковые. Такое ощущение, что это давали тех же цвета. Походу тут идёт три чёрных. Возможно. Очень возможно. Нет. Внутри вот это чёрный. И это более светлый. Сейчас. Можно камер-клозу видеть, но это более светлый. Это более серый такой цвет. Вот. Потом идёт беленький. Ой. Сейчас. Белый. Потом серый. Ещё серый. Очень много серого. Потом тёмно-коричневый какой-то. Очень тёмно-коричневый. Это вроде просто коричневый. Не такой тёмный. Это опять же какой-то очень серо-бурый. Какой-то странный. Хотя такой очень похож на чёрный. Тот же. Потом какой-то такой странный цвет. Даже не знаю, как он называется. Ну, какой-то зелёный. Зелёно-коричневый. Потом... Ой. Он сикнут. Такой вот более голубой. Вот он. Потом. Такой-то типа какой-то смесь серого и фиолетового. Он сикнут. Потом дальше синий. Ну, не очень идёт. Тут показывается, что синий, а на самом деле это не синий. Ладно. Потом такой вот. Дальше вот идёт какой-то тоже серый цвет. Присо-синий очень серый. Это, да? Какой-то голубой более. Ой, сломался. Надо будет поточить. В общем, будет. Потом более фиолетовый. Потом ещё светло-фиолетовый. Сейчас надо знать. Ещё фиолетовый. Потом коричневый. Дальше опять какой-то фиолетовый. Потом светло-фиолетовый. Блин, сломался. Что ж такое? Кошмар. Вообще вот такой вот цвет. Ой, всё равно. Ну ладно. Потом идёт какой-то розовый. Потом идёт как охра. И вот идёт бежевое. Бежевое желудок. Вот такой вот. Такие, в общем-то, цвета. Конечно, не все цвета особо, которые я хотела. Но там, как предавец, сказали, что моя доброте, это я взяла уже. Вот такой не надо верить всем консультантам-продавцам. Потому что я не ожидала такие цвета. Я хотела совершенно другие. Ну, в общем, какие вышли, такие. Ладно, пусть будут. В следующий раз другие купли карандаши. Конечно, я расстроена. Ну, что есть, то есть уже. Вот. И давайте к самому последнему, что я сюда не вместила. Но сейчас покажу вам. Последняя эта картина. Там она не рамка. Она сюда немножко не вмещается. Хорошо. Сейчас заканчиваю. Это снифон для этого. Вот такая вот картина. Очень классная. Я хотела её. Буду начинать раскрашивать. Возможно, буду снимать какие-то видео, как я раскрашил эту картину. Вот тут такая она стоила 90 рублей. В общем, буду. Если вам это видео понравилось, поставь палец вверх. Подпишись на мой канал. И всем пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока.